Как давно я здесь не был, упаду на траву, гляну ясное небо и пойму, что живу, небо в колокол грянет. Здорово и здраво! Здорово и здраво, да? Если вы любите бокс, это видео для вас. Ну что, куча боёв закончилась, все прогнозы наши зашли. Будем сейчас все это обсуждать. Для начала напоминаю, в первом закрепленном комментарии и в описании есть ссылочка на наш телеграм-канал. Теперь мы вещаем еще и в телеграме, там даже больше выходит, чем здесь. И на случай, если что-то с ютубом случится, если его закроют, никто не потеряется. Будем выкладывать ролики в телеграме. Также теперь у нас есть группа по ставкам. Это пишите мне в телеграме. Вот в основной группе пишите мне в личку, она там закреплена. Кто хочет в группу конкретно по ставкам, мы будем вас добавлять. Так, и еще важная информация. Наш боец, боец нашего канала, Михаил Сомолидис, выиграл чемпионат Греции уже по мужикам. Три боя, три победы, два досрочно. Так что теперь турнир Странжа, чемпионат мира, чемпионат мира по вооруженным силам, европейские игры. В этом году очень много будет интересных турниров, много будет интересной оппозиции, уже именитой. Так что будем пробовать себя, что называется. Касательно боев. Алисия Баумгарден победила вот эту французскую арабку. Знаете, насчет рефери вот этого боя, ну, странный парень, если честно. Эту девчонку потрясли раз пять, в два нокдауна отправили. Баумгарден, видно было, пыталась сделать досрочную победу. И рефери, ну, просто вот как будто издевается. Вот просто, ну, девку реально забивают, а он стоит, смотрит, что-то их глазами хлопает. Мог бы и остановить. Ну, Баумгарден выиграла в итоге решением судей. Прогноз у нас зашел. И товарищ Аманда Сирана выиграла эту мексиканку. Выиграла в очень зрелищном, в очень красивом бою. Выиграла на мастерстве, на классе, на прессинге, на работе, на ближней дистанции. В общем, красава. Вот Аманда Сирана просто красава. Мужики так хорошо не боксируют, как вот эта девушка. Будет теперь у нее реванш с Катти Тейлор, тоже посмотрим. Две этих девчонки стали абсолютными чемпионками, молодцы. Два прогнозика у нас зашло. И Альберт Батаргазиев победил Коралеса, победил досрочно, победил в интересном, таком зрелищном бою. И были выявлены огромное количество ошибок в новой, вот этой вот непонятной мне манере ведения боя Альберта Батаргазиева. Знаете, сначала мне показалось, вот первые раунды я смотрю, я вижу, что Альберт Батаргазиев не идет в прессинг, не идет работать на ближней дистанции, не идет забивать соперника. То есть не идет боксировать так, как боксировал всегда. Мне сначала показалось, что это из-за того, что этот Каралес большой, мощный. И что он ждет того, что он хочет встретить. И Батаргазиев не хочет давать ему возможность себя навстречу нокаутировать. И я смотрю, Батаргазиев начал боксировать, как чистый любитель. Прыгать, скакать, джебить только. Хорошо, попадаешь этим джебом, молодец. Но когда он кидал левую руку, там вот костяшки недовернутые, то есть, ну как любитель, бьет чисто на очки. И еще думаешь, блин, ну что не так с Альбертом? Ну ладно, не хочешь ты навстречу пропустить. Ну, это не повод настолько плохо боксировать. И потом, вот были эпизоды, где он, заходя на ближнюю дистанцию, правильно становился, чтобы начать работать. И после этого тренер в углу ему говорит, ты кладешь вес тела на переднюю ногу и идешь ему под левую руку. И здесь он тебя ловит. Вот в этом проблема, говорит, есть. Знаете, хочется этому тренеру сказать. Вот если ты не знаешь, что такое бокс, вообще не лезь. Вес и должен быть на ближней дистанции, на передней ноге. Боксеры должны подходить на ближнюю дистанцию и ставить вес тела на переднюю ногу и с нее работать. Поменяй лучше сферу деятельности, не порть бойца. Сейчас превратите Альберта Батергазиева в очередного, блин, Эдуарда Трояновского. Вот просто. И сразу все стало на свои места. Если от тренера такой бред слышишь, сразу понятно, почему Батергазиев стал прыгать. Почему у Батергазиева стал такой мягкий полуопущенный блок. Почему он перестал идти в прессинг. И вот ближе к середине боя Батергазиев как будто понял, что все это фигня. И просто пошел своими длинными ручищами забивать. Вот бросать двойки, оверхенды. Просто длинную ручищу бросать и бросать, бросать и бросать. А вось да попаду. Уже не боялся пропустить. Просто убирал максимально низко голову. И бросал свою дальнюю левую руку. Она у него длинная. Промахнуться сложно. Ну ричем бил. Просто пошел как негр ричем бить. И бил, бил, бил. В итоге забил рефери. Ну или нет, там не рефери. Там полотенце выкинули. И все. И был у него вес на передней ноге. И ничего ему не помешало. И ни под какую левую руку он не шел. Вот просто. И тренера там давай хвалить. Говорить Альберт молодец. Все такое. Почему вы после этого не посмотрели в зеркало и сказали. Вот я ему сказал что-то. Он сделал все наоборот и победил досрочно. Значит я должен просто свои тренерские перчатки повесить на гвоздь и уйти. Потому что я ему только мешал. Нет, они сейчас будут все пиариться. Говорить вот Альберт молодец. Вот мы его тренируем. Мы его усиляем. Мы его улучшаем. Вы его портите. Вот кто там тренеру Альберта Батаргазиева. Я этого человека не знаю. Вот этот человек портит Альберта Батаргазиева. Ему срочно нужно менять тренера. Либо этому тренеру менять подход к боксу. Хотя это уже вряд ли. Так что. Ну Альберт Батаргазиев в опасности. И еще. Знаете что я заметил. Вот. Когда Крис Колберт дрался с этим Коралисом. Крис Колберт был больше чем Коралис. Коралис было видно. Он больше чем Батаргазиев. Колберт дрался с ним в 59. Батаргазиев с ним дерется в 61. Батаргазиев маленький для 61 килограмм. Ему нужно спускаться в 59. Обязательно. Он никого там не выиграет. Он никого из топовых боксеров не выиграет в 61. Он не выиграет ни Уильяма Сипеду. Ни этого Стивенсона. Ни Хэйня. Они все слишком большие будут для него. Да. Руки у Батаргазиева длинные. Но сам по себе он маленький. Поэтому. Ну не светит Батаргазиеву ничего в 61. Надо спускаться в 59 килограмм. Ну а так Батаргазиев победил. Прогноз у нас тоже зашел. Итого вот три прогнозика зашли. Так что. Подписывайтесь на телеграм. Пишите мне в личку в телеграме. Кто хочет в канал по ставкам. Там тоже в принципе все заходит. Ну почти все. И будем ждать следующих боев. Продолжение следует.